Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Опыт профсоюзной борьбы за улучшение условий в удалении». Ведет занятие член профсоюза докеров России Беляевский Михаил Юрьевич. Пожалуйста. Напоминаю, что вопросы в письменной форме также начнутся. Существует можно взять на место. Здравствуйте, дорогие товарищи! Не первый раз я здесь выступаю. Просит меня, товарищи, выступить с лекциями. Наверное, по причине того, что действительно больше 20 лет стажа докерского дают мне право говорить о практической стороне некоторых вещей. Я имею в виду практическая сторона касаемо рабочего движения. Ну, а вообще вступительная речь хотел бы начать с лирического отступления, с возрастом. У каждого, наверное, происходит пересмысление некоторое. И так же, наверное, произошло и со мной. 25 лет тому назад, четверть века, можно сказать, да, я пришел работать в порт, и одна у меня была мысль, вернее, не мысль даже, а главное, зачем я пришел в порт, это, конечно, было заработать деньги. Ну, вот прошло эти 25 лет, и пришло переосмысление того, что не все меряется деньгами, и фраза о том, что здоровье не купишь ни за какие деньги, ну, в общем, она имеет место быть, и это я испытал, как бы, ну, на своих плечах, можно так сказать. Ну, а еще из вступительной части просто хотел рассказать из примера, почему, потому что, ну, все это непосредственно связано с темой, да, с темой у нас заявлена борьба за улучшение условий труда. Ну, и такое философское размышление о том, что же все-таки важно для рабочего, это на первое место встает зарплата, или, например, сколько же он проживет на этой земле, вот, потому что дальше примеры покажут, что на самом деле не все так просто, не все измеряется деньгами. Значит, первая смена, которая была у меня в порту, она была такая, для меня осталась глубоко, засела в памяти, я пришел в порт, и вместе со мной пришла группа еще молодых товарищей, ребят, мы вместе окончили учебные комбинаты. Вот первая смена была, это когда нас привели на склад, 29-й, большой склад, и перед нашим взором открылись такие большие бурты, трехметровые, с мешками удобрения. Бригадир сказал, ну вот, ребята, быстренько сделайте 24 тонны, это нужно было эти мешочки взять, положить на площадочку, и потом уже непосредственно их перегружали в вагон. И быстренько свободны. Ну, в общем, итог смены заключался в следующем, что норму никто из нас, из молодых ребят не сделал, хотя, в принципе, всем было чуть больше 20-ти. Вот, и была одна мысль на тот момент у меня родилась, куда же я попал, если это будет каждый день, вот, или не пойти ли мне в кадры и забрать трудовую книжку. На следующий день бригадир у нас мудрый был, поступил мудрее, он вместе с молодыми поставил ветеранов, стариков, отработавшие не первый год. Ну, и в конце концов норму мы сделали, в конце смены мы норму сделали, мысль о том, что идти в кадры как-то сама потихонечку ушла, вот, ну и пришла наука жизни, да, пришлось, то есть наука пришла достаточно быстро, за какой угол мешок брать, куда класть верхний, куда нижний, и так потихонечку-потихонечку мы втянулись в это дело, и уже, например, через год эту норму мы спокойно делали к обеду. У нас тоже была мудрая администрация, она говорила следующее, сделать и свободу. И мы молодые делали её к обеду, и свободненько, ну, были молодым, что нужно. Свобода нужна, да, что это работа. Ну, вот, единственное, кто нас останавливал, эти ветераны, они так мудро говорили, ну, куда вы рвёте? Ну, куда вы рвёте, потому что в нашем порту, вернее, есть только одно вознаграждение, да, тебе, говорит, дадут орден. Орден называется Сутулова. Вот, и это на самом деле так оно и было, они всё-таки опытные люди, казались, действительно, ну, нас не обманули. Потому что многие, можно сказать, были этим награждены. Вот. Ну, а вот ещё это какая-то такая первая иллюстрация личная, да, лирическая. Вторая, это вот непосредственно хотел сказать. У меня мой родной отец, он всю жизнь проработал на Крайнем Севере, был металлург, металлургом был, значит, даже почётным металлургом. Был награждён в своё время орденом Трудового Красного Знамени. Комбинат, от начала, если вы можете найти, есть такой был комбинат на Кольском полуострове, раньше назывался Печенгоникель. Вот Михаил Васильевич, к сожалению, здесь не присутствует, он даже как-то раз в разговоре сказал, что он по комсомольской путёвке его тоже строил. Ну, вот. И проработал отец, ушёл в 50 лет, по первому списку. Не стало его, ушёл на 63-м году, то есть не выдержало сердце. Ну, вот 63-50, так, мне кажется, это не очень даже таки. Для меня это, наверное, мало оказалось впоследствии с возрастом. Ну, вот. К чему я ещё хотел сказать, почему я этот пример привёл? Ну, потому что вот недавно выступил министр труда Топилин, да. И вот он заявил о том, что показатель ожидаемой продолжительности жизни на сегодня – это 70,9 года. Вот. В том числе мужчины 65,4 года, женщины 76,5. Такого высокого показателя не было на всё время, за всё время его исчисления, 61-го года. И выходит то, что, ну, так вот, можно сказать, действительно не обманул нас министр туда Топилин. Ну, показатели, конечно, 65 лет для мужчины, ну, наверное, это не совсем справедливо. При том, при всём, вот, меня это тоже заинтересовало. И я залез на сайт Росстата и поинтересовался там, а есть ли вообще какая-то градация по поводу продолжительности жизни среди рабочих и среди, ну, рабочих других отраслей, скажем так. Ну, там был такой тоже, нашёл интересный график, когда сравнивалось среднее продолжительность жизни людей с высшим образованием и людей без образования. Ну, то есть, можно представить, что люди без образования, всё-таки это больше относится к людям, ну, рабочих профессий. Вот. Рабочих профессий, хотя вот в порту со мной работали люди, у которых и даже было не по одному высшему образованию. Так вот, в этом графике существенная разница. То есть, люди, которые имеют высшее образование, в среднем на 20% живут больше. Ну, а теперь, как бы, непосредственно перейти к практическому освещению вопроса, опыт борьбы профсоюзов. Значит, начать можно вообще, как бы, издалека. Начну тоже, да, о том, что Российский профсоюз докеров организован был в 91-м году. Ну, то есть, это время, когда, ну, то есть, бурные шли изменения в нашей стране, в том числе. И эти изменения касались и профсоюзного движения. Все докеры и все работники в порту, они входили в одну структуру, в структуру ВЦСПС. Назывался профсоюз работников, сейчас, работников водного транспорта, да. Значит, у нас был и действовал коллективный договор на то время в порту, достаточно, ну, такой, неплохой. Вот, доставшийся, как бы, это такой, из советских времен шел, тянулся. Но единственного пункта, которого там не было, это не было норм на ручной груз. Что это означало? То есть, это говорилось о том, что если я пришел в порт и мне говорил, бригадир, делаем 24 тонны, то до 91-го года бригадир обычно говорил, ну, вот вам вагончик на пару, сделали и свободно. Что такое вагончик? Это вагон 60 тонн. Можно представлять, что каждому делим на двоих, ну, это так. То есть, получается, 30 тонн за смену. Долгое время не удавалось инициативной группе внести предложение о том, чтобы в коллективный договор было внесено это положение. И вот пришел 91-й год. Значит. Опять-таки, инициативная группа поняла, что если не предпринять шаги определенные, да, я имею в виду, что если не создать свой профсоюз, то, возможно, будет ситуация плачевная. Организовалось вокруг них такое ядро, которое, в принципе, и реализовало, ну, благодаря их работе, и возник у нас независимый профсоюз докеров. Почему он возник еще по причине того, что люди, как раз докеры, были заинтересованы как раз-таки в том, чтобы, ну, главное, с чем тогда ходил народ и говорил и объяснял, для чего нужен профсоюз, именно вот, что необходимо ограничить физическую нагрузку. Это нашло поддержку у докеров, так, в принципе, и, ну, можно сказать, и организовался профсоюз вокруг одного, единственного, можно сказать, требования о необходимости ввести ограничение физической нагрузки. Значит, и последующий коллективный договор, который был введен, появилась эта норма. 24 тонны ручного груза за семь с половиной часов. Появилось оно следующим образом, то, что непосредственно были привлечены медики, которые пришли к нам в порт, научно-исследовательский институт. Вот, я помню, и ребят, ребят отклеивали датчиками, и вот они грузили в мешки, в ночную смену, в дневную смену, ну, и там у докеров, не у докера, вернее, а у врачей были некоторые такие, да, удивительно, ну, когда нет, такие большие глаза, что так работать нельзя, у вас, говорит, вы как космонавты. Вот, ну, в конце концов, была установлена эта норма, хотя в колуарах врачи говорили, что это, ребят, это норма, которая вам позволит максимальной, как бы, физической нагрузки. Ну, вот, если вы будете её делать, то это приведёт к тому, что у вас появится профзаболевание. Ну, и тут нас не обманули, да, и действительно, по прошествию определённого времени, да, это слова нашли своё отражение, они впосредственно в жизни докера вошли. В конце 90-х годов в профсоюз обратился докер с помощью, за помощью, с просьбой помочь ему, ну, он получил травму, вот, на производстве, и он обратился за юридической поддержкой. Ну, в итоге он смог оформить тогда первым профзаболевание. И стал получать выплаты не только по инвалидности, а ещё дополнительные по утрате трудоспособности. Ну, то есть, сумму, которую он получил, это значительно превышало, если бы он просто, как бывает у нас, получил травму, получил группу инвалидности. И она, ну, так сказать, на хлебушек хватает, а насчёт там какого-то там другого, маслица или ещё что-нибудь, наверное, это навряд ли. Ну, то есть, проживёшь. Вот. И это, как бы, вот этот первый опыт, который приобрёл наш профсоюз, он впоследствии вылился в то, что у нас был выделен специальным направлением, был выделен человек, который за это стал отвечать. Значит, в то время был принят закон о аттестации рабочих мест. Это непосредственно аттестация рабочих мест связывается и с вредными факторами. Если наличествуют вредные факторы, то оттуда вытекает и по какому списку и во сколько лет ты уйдёшь на пенсию. И также получишь ты профзаболевание или не получишь. Имеешь ты возможность получить, вернее так, профзаболевание или нет. То есть, у нас это дело, как бы, было выделено, и этим занимался человек. То есть, очень серьёзный был подход к аттестации рабочих мест. То есть, непосредственно, я помню, как... Ну, у нас этот вопрос курировал Евгений Петрович Тимофеев. Я помню, как он забирался на кран, инструктировал крановщиков, как правильно работать. Я помню, как он ходил с представителями администрации, которых... Не только с представителями администрации, но и с представителями, которые проводили аттестацию рабочих мест. Как это всё проходило? Достаточно организованно. И работа эта заключалась в том, что... Ну, итог этой работы был то, что у нас рабочие места, многие, в большинстве своём, были аттестованы по... Как бы, имели вредность 3-2-3-3. То есть, то, что позволяло в итоге оформлять докером профзаболевания. Ну, вот. И впоследствии это происходило таким образом, что люди, которые у нас уходили на пенсию, автоматически они оформляли профзаболевания. И получалось то, что они уходили, можно сказать, с достойной пенсии. Вот. На сегодняшний момент что происходит? На сегодняшний момент происходит то, что работодатель ушло, так скажем, не совсем, можно сказать, ушло, а то есть перетекло аттестация рабочих мест. Его сейчас не существует. Сейчас существует соот. Это специальная оценка условий труда. Ну, вот я тоже поинтересовался Евгению Петровичу, да, Тимофею, чем это отличается. Он сказал то, что, понятное дело, что одна из задач, которая была поставлена, это экономия денег работодателя. Вот. И если аттестация происходит, например, на рабочем месте, нету вредных факторов, то впоследствии и эта аттестация необходима. Ну, то есть нет необходимости. Если раньше это каждые пять лет происходило, и каждые пять лет работодатель должен был нанимать специальную фирму, которая этим делом занимается, то сейчас, если нету вредности, все, значит она и нет. Ну, ее и не существует. Экономия, экономия. Не надо каждые пять лет тратить на это деньги. Вот. Значит, влиять на оценку у профсоюзов также, в принципе, есть возможность. По закону в комиссию включаются представители профсоюза. Они тоже подписываются под этими актами. И если сильный профсоюз, если у него этот вопрос стоит в повестке дня, есть обученные люди, то этот вопрос можно, ну, как-то отслеживать. Ну, есть еще даже право, если есть сильный профсоюз и есть деньги, если даже не согласен профсоюз с оценкой, которая проведена, он имеет возможность нанять, провести независимую экспертизу у рабочих мест, и если будет признано, что вредность существует, то эта вредность так она и будет. Ну, сапонимаем, да, если для работодателя в чем еще прелесть, в плане того, что каждые пять лет, значит, не надо проводить аттестацию, экономия, потом это экономия на медицинской комиссии. Ну, то есть, в общем, есть на чем, как бы, сэкономить. Ну, вот, это, как бы, такой положительный, один из положительных опытов работы нашего профсоюза. Вот, в плане защиты, не защиты, как бы, борьбы за, по поводу условий труда. Ну, вот. Есть ли еще положительные, как бы, такие примеры? Ну, я считаю, что, конечно, главный положительный пример и может считаться наличие у профсоюза коллективного договора. Вот, то, что если есть профсоюз, у профсоюза заключает, имеет возможность заключить с администрацией коллективный договор, то это такой гарант, которым, или такой документ локальный, в котором и отражаются в основном, как раз-таки, вопросы не только зарплаты, но и условий труда. Вредность, доплаты за это дело. Вот. Поэтому, второй положительный, как бы, пример, да, это наличие у нашего профсоюза коллективного договора. Значит, по этому поводу, что можно сказать по коллективному договору, значит, то не дает спокойствия администрации, и поэтому, когда заканчивается срок действия коллективного договора, начинается так со стороны администрации наступление. Ну, а еще один из самых ярких таких примеров, это, я считаю, что заключение, не заключение, вернее, если вспомнить 90-е годы год, активная работа профсоюза всех независимых, это по борьбе за новый трудовой кодекс. Если вспомнить, наш профсоюз активно в этом участвовал, когда были слушания в Думе, наши ребята отправлялись, скажем, на экскурсии, так помню, в Москву. Ну, вот, семьи ходили осмотреть достопримечательности, а мужики выходили как раз к Думе пикетировать в пикет, когда это было, происходило. Но не только в этом, и в Госдуме мы тогда активно принимали участие, влияние оказывали на это дело, и не только наш профсоюз. То есть, подытожив, влияние профсоюзов независимых на принятие нового трудового законодательства, я думаю, что никто не оспаривает. Если провести оценку действующего коллективного договора, коллективного трудового кодекса, то там действительно еще много можно найти положений, которые сохраняют, ну, так скажем, следят за условиями труда работников. Ну, это я остановился на положительном, да. Ну, теперь надо сказать об отрицательном тоже. Были такие отрицательные примеры. Ну, значит, был в 90-х годах, в конце 90-х годах период, когда происходила, ну, как-то так скажем, дележка порта, и порт у нас делился на стеридорной компании. И вот перед работниками второго района стал вопрос о том, что будет происходить, будет организована стеридорная компания первая, и стал вопрос о переходе работника в эту первую стеридорную компанию. Значит, сразу же профсоюзная организация поставила условие о том, что мы перейдем при условии, что если все, и будет коллективный договор, который действовал на тот момент в порту, администрация сказала, да мы вас всех уволим. Вот. И, я помню, было выдвинуто требование к администрации, и зарегистрирован коллективный трудовой спор, что привело к тому, что в период по действующему законодательству, в период действия коллективного трудового спора в организации никакая реорганизация происходить не может. И вот сели за стол переговоров, и начались долгие и очень тяжелые переговоры. Итог этих переговоров был следующий, то, что достаточно, ну, как оценивать, да, был подписан коллективный договор Зава Перстика, все перешли на по бессрочному контракту, то есть, как все работники, которые работали на втором районе, перешли в эту стеридорную кампанию, вот. Но единственный еще вопрос, был, значит, компромисс, на который было предложено пойти профсоюзу, это значит, повысить, давайте мы вам повысим тарифные ставки, вот, я не помню, по-моему, речь шла о 15 процентах, но и уберем из коллективного договора дополнительные отпуска. Часть, значит, до определенного момента в коллективном договоре было положение о том, что докеры, работающие на большой технике, на кранах или еще где-то, имели, если они нарабатывали определенное количество часов, имели право на дополнительные отпуска, и, ну, так бы, скажем, у докера первого класса иногда отпуск доходил до 50 и больше рабочих дней, наверное. Ну, где-то в среднем, да, 50, наверное, рабочих дней было у докера, ну, то есть, по тем временам, вот, на крайнем севере, наверное, только могли получить такие большие отпуска, вот, ну, и это администрация не устраивала, и вот она так провела такое наступление, значит, когда происходило голосование, я помню, мы с ребятами, ну, то есть, с группы выступили против этой нормы, ну, против этого нас не поддержало большинство, посчитали, что действительно на этот момент важно перейти всем в кассивидорную кампанию и чтобы был, чтобы действовал коллективный договор, вот, итог, итог такой, что через год или, ну, там, можно сказать, через два все это повышение съела инфляция, а дополнительных отпусков у нас на сегодняшний момент на работу на большой технике так и не появилось, вот, поэтому это так можно вспомнить, как наши пенсионеры боролись за монетизацию льгот, или как им, против они боролись, как раз-таки против, но это вот сопоставимо с тем, что иногда иметь в натуральном виде лучше, чем в деньгах, деньги имеют свойство обесцениваться, вот, это вот такой вот, на мой взгляд, это такой показатель, отрицательный, да, ну и такой, еще один из примеров отрицательного опыта, это, это если взять коллективный договор на сегодня докеров, да, то уже сколько времени прошло, там не произошло изменений по ограничению физической нагрузки, что 25 лет назад 24 тонны, то и сейчас, ну а санитарно-гигиеническая норма, она говорит о вообще 16 тоннах, то, что у профсоюза как бы была бы, была возможность поработать в этом направлении, вот, но, к сожалению, факт остается фактом, так как осталось 24 тонны, так и осталось, вот, хотя, если спросите, были ли попытки, я скажу, были даже попытки, я вот быв, побывав и неоднократно участвовал в комиссиях примирительных и согласительных, когда были коллективные трудовые споры, неоднократно предлагал внести в требования к работодателю не только вопрос о повышении заработной платы, но как раз таки об ограничении физической нагрузки. Но на тот момент вот в профсоюзе пошли тоже негативные, так скажем, такие вот тенденции, когда профактив, он так стал, ну, скажем, стал, можно отделяться, не отделяться, но в общем, такие свои внутренние стали трудности происходить в профсоюзе. Я помню, как, например, не поддерживал, так яро выступал, что-то там с этими 20, то есть с этой нормой там лезешь. Нам бы вот вопрос, главное, это зарплата. Вот. Ну, и так оно так по сей день, так и остается. Ну, к этому еще привело такие субъективные факторы. В свое время работодатель понимает, что, ну, его это не устраивало, что там есть эта норма, ограничивалась. Вот. И произошло в себе большинство ручного груза. Ручной груз был выведен с территорной компании организованной, да, и в которых нанимались грузчики с улицы, можно сказать, без какого-то там обучения. Вот их опускали в трюм, вот, и говорили, у вас сдельная оплата труда, сколько сделаете, столько заработаете. Зачастую итогом это было то, что можно было увидеть площадку, на которой там лежит человек, ее, значит, из трюма поднимают, по причине того, что там у него или спина сорвалась, или упала на него коробка какая-нибудь, и его благополучно на берег доставили, за проходную вывезли и сказали, жди, скорая приедет. Никакой у него страховки, никакого у него больничного, срочный, вернее, там был даже договор по, как он, не срочный, договор подряда, вот, а иногда вообще никаких договоров не было, паспорт забрали и работы, ну, то есть, такие вот, достаточно жесткие условия труда в категории это оказались, вот, и для докера как бы так стало неактуально это вот норма, то есть, вот, и поэтому для него на первый план вышел деньги. Ну, вот, и итог, если так подвести позитивный негативный опыт, да, на сегодняшний момент, вот, докеры, которые уходят на правозаболевания, они остаются в профсоюзе, в большинстве своем, часть, конечно, и по возрасту, которым уже больше, там, 60 лет, они, ну, что им там, какой профсоюз нужен, вот, они остаются в профсоюзе, у нас в рамках российского профсоюза докеров существует еще профсоюзная организация, которая объединила людей, которые отработали в порту и которые получили профессиональные заболевания, то есть, как вот группа, такая в профсоюзе у нас такая существует, ну, и по численности каждый год она прирастает и прирастает, вот, благодаря действующему нашему коллективному договору, ну, и, так скажем, работе, которую наш профсоюз провел, вот, ну, а, наверное, в заключении я хотел сказать еще следующее, так вот, о том, что я думаю, тут как-то на меня пришла мысль, то, что, наверное, Владимир Владимирович Путин слушает лекции корреспондентов наших, да, и которые здесь происходят, и не только лекции, но и лекции фонда рабочей академии, прислушивается рекомендации, почему я сделал такой вывод, вот, недавно он выступал перед промышленниками и говорил о том, что необходимо увеличивать производительность труда, вот, понятное дело, замечательно, да, если бы они еще ввели критерии оценки работы каждого олигарха, насколько он уменьшил себестоимость выпускной продукции, как раньше было, или насколько он поднял производительность на своем предприятии, было бы замечательно, да, критерии оценки, вот, ну, а еще вот он говорил о том, что, наверное, тоже послушав одну из лекций, тут недавно же была лекция о том, о перспективах введения нормы шестичасового рабочего дня, ну, вот, и он тоже выступая, где он там выступал, ну, вот, средняя продолжительность жизни в России к 25-м, а, он вот же поставил перед правительством тогда задачу, вот, о том, что к 25-му году значит, средняя продолжительность жизни должна быть увеличена до 76-ти лет, вот, и он говорил, есть все возможности к 25-му увеличить продолжительные жизни, вот, что меня такое, как бы, так порадовало, вот, ну, тут он, да, и он говорит еще о том, что, оказывается, смертность лиц трудоспособного возраста выросла в 15-м году, вот, ну, ничего критического в этом нету, вот, следует обратить просто на это внимание, вот, вот, и, а почему я, как бы, все это, вот, например, я глубоко поддерживаю эту идею о ведении шестичасового рабочего дня, почему еще, ну, это можно так, такой мостик перекинуть, если вспомнить о том, к чему, ну, скоро, да, 2017 год, юбилейный год, 100-летие, революции, вспомнить, с какими лозунгами большевики завоевали большинство, и вот, и вспомним, да, фабрику рабочим, землю крестьянам, 8-часовой рабочий день, фабрик отобрали у рабочих, землю тоже, вот, ну, пока еще, так скажем, 8-часовой рабочий день и остался, вот, и на сегодняшний момент мы видим, что среди рабочего движения на самом деле нету актуального такого лозунга, который мог бы и потянуть за собой рабочий, да, ну, вот этот лозунг, который мог бы, на мой взгляд, привлечь на свою сторону рабочих, это требование о 6-часовом рабочем дне, вот, поэтому думаю, что перед всеми стоит теперь задача реализации этого лозунга, вот, воплощение его в жизнь, наверное, вот так на этом я и закончу свою лекцию, если у кого-то есть вопросы, готов на них ответить. Первый вопрос, как можно возродить былую мощь профсоюзов докеров? Былую мощь профсоюзов докеров? Кто там вопрос? Былую мощь профсоюзов докеров? Ну, я не знаю, но я бы сказал так, наверное, как вот, я учился в школе, в те времена, это когда были 70-е, конец, начало 80-х, и у нас в школе было такой предмет общество знания. Я помню о том, о том, когда нам говорили обществоведение, извиняюсь, не обществознание, обществоведение. Обществоведение. Да, 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 извиняюсь, большие разницы, да. И я говорил о том, там говорилось о том, что пять, пять, а сколько там, условия революционной ситуации, да, одна из них, верхи не могут жить по-старому, венезы, не могут, не хотят жить по-старому, верхи не могут. Вот я думаю, что отчасти ждем, когда один из пунктов реализуется, когда будет, дожмут рабочих до того момента. Но это сложный вопрос. Как вот, много можно найти, если мы говорим о причинах крушения советской власти, да, обсуждаем этот вопрос. Также можно посвящать лекцию о том, какие есть проблемы в профсоюзном движении. Поэтому рецепты у меня, о возрождении былой мощи Российского профсоюза докеров на сегодня есть, но когда он возродится, не могу сказать. Второй вопрос, который вытекает из первого. Чего не хватает рабочему движению России? Рабочему движению России не хватает. Я думаю, что как раз революционной ситуации не хватает. Организация революционеров по профессии. Уточняю еще, когда в последний раз изменялся коллективный договор? Очевидно, в морском порте. Ой, ну, сейчас морской порт, поделенность видорные компании и, подождите, наверное, 14-й годов. Ну, наверное, да. По 11-й, потом 14-й. 14-й. Нет, это на самом деле не 14-й. Два года назад, по-моему, Михаил Васильевич тоже участвовал в этом. Докеры первой стивидорной компании, не первой стивидорной, сейчас они наоборот, все объединились в морской, ну, опять все, произошло объединение. Ну, вот, был момент, когда им при переходе пообещали, то, что с ними будет перезаключен коллективный договор, срок подошел, коллективный договор с ними заключен не был. И благодаря, наверное, коллективным действиям, которые на тот момент прошли в форме, ну, коллективный договор, да, был переподписан. То есть, коллективных действий по вопросу повышения тарифных ставок и улучшения коллективного договора в порту не происходили. Да и вы, свидетели, я просто могу, так скажем, в ответ задать вопрос. Многие здесь из вас слышали о том, что в морском торговом порту происходят какие-то коллективные действия. Последний раз это было когда? В 2007, наверное, году, да? В 2005, в 2005, да. На конкретном состоянии забастов. Да, было тогда... На конкретном состоянии забастов. Ну, состояние у них перманентное, да. Я думаю, что они этот вопрос... Это состояние очень хорошее. Я согласен. Это состояние правильное и грамотное, да, но никто же об этом не слышит. Соответственно, и я могу не все услышать. Следующий вопрос. Насколько сильно искажает реальное положение дел и ведут к ухудшению условий труда, введенные не так давно правительством новые условия, новые правила оценки условий труда на предприятии? Ну, вот я пытался ответить. Вы ответили? Да, попытался ответить практически, ну, вот как оценка наша, что это влияет вот на то, что если не будет определено вредность данному рабочему месту, то в последующей аттестации можно не проводить. Соответственно, экономия на этом. Грубо говоря, а так, в принципе, так вот, глубоких изменений таких нет. Понятно. Следующий вопрос. Сегодня, 6 апреля, юбилей апрельских тезисов Ленина. Курс на социалистическую революцию. А профсоюзные деятели по-прежнему рассказывают нам про опыт борьбы профсоюзов в получении условий труда корочеего класса. Что же так на Полинске? Вы же нашли возмущенный, как раз Полинске, мне кажется, да? Ну, я еще раз вот в последнюю не понял. Что же так не Полинске? Что же так не Полинске? Полинске не может партии ставить. Ну, на самом деле, да, возможно. Полинске. Да, это Полинске. Как бы сказал, привет, сетат. Рядом с вами в течение многих лет специалисты по теме советов. Почему вы не создаете советы на фабриках, доводах оставшихся предприятиях? идите создание. возможность заработать деньги. Пожалуйста, говорится о том, что вот еще почему актуально, что мы говорим о шестичасовом рабочем дне, о том, по причине того, что по факту в наличии сегодня, если у нас у докеров еще существует и сохранилась норма за подпереработки и по сверхурочным и выходным. Ну, а по факту мы ведь знаем, что рабочий день не ограничивается восьми часов. Хочешь заработать больше, любимый тезис работодателя работы больше. так же вопрос. Раньше РПР выдвигало требования повышения прожиточного и минимума до реального жизненного уровня. Никогда не выдвигали. Я чуть-чуть не снимаю. Так, вопросы закончились. Спасибо. Выступающие. Преуступающие. В работе Великий Пачин Ленин замечательно совершенно написал Кармарс в Капитале издевается над пышностью и величивостью буржуазно-демократической великой картии вольности и прав человека над всем этим фразерством о свободе, равенстве, братстве вообще, которое ослепляет мещаных и листеров всех стран под дальнейшим подвык героев подвык Бернского интернационала. Марс противопоставляет этим пышным декорациям прав, простую скромную дировую будничную постановку вопроса пролетариатам государственное сокращение рабочего дня. Вот это вот ответ, так сказать, тем товарищам, которые считают иначе. Значит, формулы настоящего коммунизма отличаются от пышного ухищенного торжественного фразерства каутских меньшевиков и эсеров с их мирными братцами из Берна именно тем, что они сводят все к условиям труда. Вот это вот писал так Ленин. И безусловие труда, конечно, я хочу напомнить, что вообще говоря, коммунист это тот, кто соединяет научный социализм с рабочим движением. И в том числе разъясняет рабочим их интересы. Потому что то, как тут Михаил Юрьевич говорил, что нам зарплату только давай, это, конечно, никак не коренные интересы рабочего краса, это оппортунизм, то есть удовлетворение сиюминутных интересов за счет интересов долговременных. И он перекликается с известной фразой, что как на жадину не нужен нож, ты ей покажешь медный грош и делай с ней что хочешь. Это к сожалению присуще рабочему движению России. И вот тут все-таки вопрос, а что делать? Ретроспективно оглядывая профсоюз докеров, надо сказать, потенциал его бы очень велик. Еще 10-15 лет тому назад вот какие здесь пожаровые ошибки были совершены. Ну, во-первых, вот здесь кто-то говорил об необходимости организации революционеров. Ленин в начале века, да, писал в начале 20-го века, что дайте организацию революционеров и мы перевнем Россию. Кого на меру веду под революционерами? Под революционерами он на меру веду людей, которые занимаются этим профессионально, то есть за зарплату. И больше ничем другим не занимаются, только революционной деятельностью. За зарплату? А как вы думали, без зарплаты человек может жить? Вот например, товарищ Фрунзе, когда он организован значит, кто там были профессиональные революционеры, профессиональные, вы понимаете значение слова профессиональный, это значит, что человек это профессия, ничем другим не занимается, ему кушать что-то надо, простите, может быть несколько профессий, может быть несколько, работая, он занимается одной конкретной моменту времени, и товарищ Фрунзе, вот я могу сказать, он получал зарплату 12 рублей в месяц, когда организовывал советы в Иванове, это жизнь замечательных людей, Фрунзе, там все это описано, и надо сказать, зарплата это была очень скудная, потому что вот скажем, работницы фабрики парфюмерной Северное Сияние, вот как говорили, они работали 15 на 15, 15 часов в день за 15 рублей в месяц, вот у них все-таки это было 15 рублей в месяц, товарищ Фрунзе получал 12, но жить как-то на эти деньги можно было, то есть все-таки сейчас надо понимать, что была другая ситуация, и тогда рабочий день продолжался до 15 часов, только в 2011 году был принят фабрично-заводской устав, в котором был определен рабочий день не более 11,5 часов в сутки, а тогда был там совершенно произвольный рабочий день, и конечно никакой работе в свободное время особой речи идти не могло, сейчас мы ставим вопрос о 6-часовом рабочем дне, в том числе и для того, чтобы мы, товарищи наши, могли больше времени уделять общественной работе партийной, это первое, потом, значит вот революционная ситуация, здесь вот надо понимать все-таки, что есть революция, революция означает приход к власти передового красы, это общественный переворот, а общество в целом делится на большие группы людей, да, красы, вот надо, чтобы прежний крас правящий оказался внизу, а другой крас оказался наверху, если Медведева сменит Навальный, а Путина там какой-нибудь бордерик и тому подобное хрень, то это в общем-то не революция, не как, хоть там будут большие скопления может народа на улице, все будет, вот как раз вот эта величивость фраз, вот о которой Маргдис говорит очень красиво, все знамена высоко поднятые, вот, но это будет никак не революция, это будет переворот внутри буржуазного общества, не как показал переворот девяносто первого года, который тоже был посвящен борьбе с привилегиями, и если надо сказать, не шуточно с привилегиями барокси, мне вот рассказывали в Москве, вот случай, скажем, утро раннее, очередь, мясной магазин, магазин открылся, очередь входит, значит, там мясо лежит какое-то, очередь начинает покупать, там вторым или третьим подходит в правку такой мужчина представительный, красивый, значит, так, будьте добры мне, два килограмма парной телятины, там, граждане, вы что, с ума сошли? Ну, лежит перед вами, ну, выбирайте мы его, я прошу два килограмма парной телятины, ну, вы что, с ума сошли? я первый секретарь горкома партии Ельцин, я смотрел разнарядку на ваш магазин, вам присрано 12 килограммов парной телятины, я вот третий стою, до меня никто не покупал, я прошу два килограмма парной телятины, все там продавщица уносит, директор в институтном состоянии, так что, вот, Ельцин, так сказать, не шутят, заработал свой авторитет, и многие за него искренне голосовали, а были еще в Глянце Ивановом, если вы, люди старшего поколения помнят, тоже борцы с коррупцией нешуточные, и вроде все правильно ведь делали, и не возразишь что-то, а что, не надо бороться с привилегиями, не надо бороться с коррупцией, и вот в 91-м году пришли они, и что, так сказать, лучше старо, поэтому вот без этого всего, вот без условий труда, конечно, без борьбы за интересы, надо без организации рабочего класса, как же, но вся эта кипучая революционная деятельность, которая 26 марта там проявилась и так далее, это, конечно, пустышка, мираж, и попытка замены группы буржуазии одной на группу буржуазии другой, которая помягче, поменьше имени, лучше первой, поменьше имени, вот, а что касается, вот, какие все-таки недоработки были, рабочему классу для осуществления своей функции, в общем-то, нужны, во-первых, перспективы, во-вторых, нужны разные инструменты, одним инструментом всего не сделаешь, где-то там дрели хватит, где-то перфоратор нужен, профсоюз, это мощный инструмент рабочего класса. И вот если мы посмотрим не только на примере профсоюза докеров, а на примере профсоюзного движения России вообще, то мы увидим, что здесь вот имеются какие-то нарастания, когда к руководству профсоюзом приходит человек, искренне болеющий за интересы рабочего класса, профсоюз нарастает, потом этот человек либо заболевает, что-то там с ним или ему там по голове стучат, или что-то он куда-то девается, либо он скурвится, и все, так сказать, пошло. И вот такие вот вовны, и эти вовны это равномерные синусоиды без какого-либо увеличения. Для осознания своих интересов глубокого рабочим необходима партия рабочего класса. Без этого, так сказать, никуда не уйти. И вот тут, так сказать, ну вот все-таки нельзя сказать, что вот наши товарищи, в том числе партийные в порту, они это не в парне осознавали. Ну вот мысль о том, чтобы, так сказать, среди докеров организовать какую-нибудь учебу, типа вот нашего нынешнего Красного университета или вот этого университета рабочих корреспондентов. Но они как-то так с непониманием, что это не своевременно пока. Увеличение роста партийных рядов. Ну, среди нескольких тысяч докеров, ну, наверняка кто-нибудь бы нашелся бы, кто бы в рабочую партию в России вступил бы. Но слабо играть эта работа, когда организовывалась Российская партия труда и профсоюз докеров, верхушка профсоюза докеров, центральная, московская, дала отмашку здесь в этом направлении работать, тот же Евгений Петрович Тимофеев за две недели 200 человек набрал эту партию труда, которая должна была быть организована. Ну, по ряду причин та партия не состоялась, а вот истинная все-таки партия рабочего краса, коммунистическая, с научной точки этого зрения, здесь вот такой работы, целеустремленной, в том числе нашими товарищами, в профсоюзе докеров не верлось. И поэтому, в общем-то, что здесь, в общем-то, так вот, перспектива-то, коллег? В дня, сейчас, секунду, у меня вчера вот на заседании, на занятии Красного Университета неожиданно слушатели такой вот сюрприз сказали. Оказывается, вот, скажем, в магазинах Магнит там нет продавцов, грузчиков, там все частные, индивидуальные предприниматели. Человек там не устраивается на работу, там вообще без красного общества гражданское. Там частный предприниматель приходит, заключает договор с руководством Магнита, на основании этого договора он там таскает грузы где-то в подсобках, что-то еще, сам регистрируется в налоговых органах, платит все отчисления, налоги. Это вот такое, само собой, никакого отпуска ему не порагается, ничего, он предприниматель. Там все граждане, все предприниматели, гражданское общество в парне такое вот. Вот. И вообще, говорят, к этому катится где-то как-то, как я понимаю, в том числе и в порту, и все мы. То есть, и здесь надо, конечно, это понимать, и надо понимать рабочим, что без партии рабочего класса, без осознания интересов, еще вот два слова не могу сказать по поводу советов. Советы, как совершенно верно Михаил Юрьевич сказал, это продукт развития рабочего движения на определенном этапе. Так вот, в ходе обычной борьбы на одном предприятии совета не создашь. И советов на предприятии быть вообще, говоря, нормальных не может. Можно какую-то организацию рабочих на предприятии создать советом. Но это не будут советы в научном смысле этого слова, как они были созданы в Иванове в 17-м году. А что такое совет его созданный в Иванове? Совет, созданный в Иванове, он не на заводе был создан, а в городе. И состоял он из представителей стачковых предприятий. То есть, для этого надо, чтобы определенное количество предприятий, не маленькое, было охватено стачечной борьбой, и чтобы представители этих стачковых вошли в городской совет. Вот это вот будет уже полноценный совет. Для этого, как совершенно верно, Михаил Юрьевич сказал, нужна определенная ситуация. Вот на этом я... Спасибо. Ходенов, Светян Сергеевич Павелевич. Спасибо, Михаил Юрьевич. Нам действительно занятия университет не хватает вот таких практических тем, практических проблем. Больше мы, конечно, время уделяем теориям, понятиям, учениям. А это вот такой живой разговор, живая проблема и животрепещущая. И вот, мне кажется, судьба докерского профсоюза, она очень показательна. Когда лет 15-10 назад профсоюз докеров был боевой, организовывал забастовки, заработная плата тогда его составляла 60-70 тысяч рублей. И тогда это примерно и была стоимость рабочей силы. То есть, зарплата где-то близко выражала стоимость рабочей силы. Прошло 10 лет с тех времен, осталась примерно та же зарплата, но теперь она составляет от стоимости рабочей силы ну, где-то 25% формального исчисления. буквально. Но дело в том, что эти 60-70 тысяч за эти 10 лет подешевели. Так что уровень реального содержания заработной платы он, конечно, еще ниже. Не четверть составляет, а, наверное, уже теперь где-нибудь процентов 20, а то, может быть, и 15. И все потому, что изменились условия, изменилось действие субъективного фактора. То есть раньше был боевой профсоюз, значит, лидер относительно боевой товарищ Моисеенко был в те времена молодой. И надо сказать, что тогда профсоюзные лидеры ходили в этот университет, он еще работал у нас в редакции Белинского в редакции Народной Правды. И тогда ходили они активно в редакции читали некоторые товарищи. Многие лидеры ходили, писали статьи в нашей газете, занимались активно профсоюзом, и профсоюз был сильный. С тех пор буржуазия проделала определенные действия, значит, в том числе подменила, заменила, значит, лидеры профсоюза, в том числе и комитет профсоюза в слабе работает. Нет никаких подвижек, начальство стало наступать, и мы имеем результат. Тут, конечно, негативный опыт, о котором Михаил Юрьевич рассказал. Мне кажется, что вот из этого всего вывод следует один, что и Марксовые с ленинской теорией были вполне справедливы. Маркс говорит про союзные взносы и борьба обходят зарплату. То есть, если есть профсоюз хороший, он добивается высокой зарплаты, поэтому затраты окупаются в 10 и больше рамок. Нету профсоюза и зарплата низкая, поэтому окупать нечего. Поэтому я думаю, что и с этой стороны, с субъективной стороны этот опыт очень показательный. И поэтому, конечно, хорошо, что мы организовываем такие лекции, подводим такие вот итоги. Я думаю, что они для нас и для наших товарищей очень полезны. Спасибо. Ну, заключительно, скоро выключите? Спасибо большое за внимание, но в заключительной как бы хотелось сказать в заключении надеюсь, я все-таки попытался раскрыть тему про условия труда и по поводу связки условий труда с рабочим временем. Вот здесь многие говорили о том, что когда же проснется рабочий класс, когда же он сорганизуется. Но я на своем тоже примере хочу немножечко в заключении сказать, что я был молодым, когда пришел в форт, достаточно активным, был при цехкоме, активно участвовал в профсоюзной работе и у работа была у меня по 12 часов, 12-часовой рабочий график был, день-ночь, цепной выходной, ну и вот когда была возможность заседания цехового комитета, непосредственная работа в коллективе, непосредственная работа в комиссиях, ну то занимала очень много времени, занимала очень много времени, ну а вот такой риторический вопрос о том, что а где брать время, время-то не резиновое, его некуда брать и неоткуда брать, если вы будете работать по 12 часов, ну вам нужно и домой, как-то вроде появиться и дома, если есть семья, то нужно как-то и с детьми пообщаться и ну очень много надо сделать, то есть нехватка времени достаточно большая, поэтому и связка вот в этом и заключается, если будет сокращение рабочего времени, у рабочего появится время для общественной жизни активно участвовать в профсоюзной работе, если будет сокращено рабочее время, то как раз таки мы будем реализовывать программу по продолжительности жизни, это два вопроса связаны, ну в общем, дорогие товарищи, всем мне хочется пожелать то, что лозунг, который был сформирован на РКР и значит вот здесь прозвучало о борьбе за 8-часовой рабочий, ой, за 6-ти извиняюсь, рабочий, часовой рабочий день, он объединит рабочих и непосредственно может стать каким-то звеном, локомотивчиком, который потянет за собой рабочих, который непосредственно реализует задачу, возложенную на его истории. Спасибо большое. по нашим нашим дальнейшим расписаниям. Следующий четверг, 13 апреля, лекция «Необходимость государственного регулирования экономики». Читает кандидат экономических навыков Гапшин Борис Николаевич. Также предварительно напоминается, через неделю, четверг, 20-го занятия не будет, потому что 22-го апреля в субботу в Розилии состоится традиционная ежегодная Ленинская конференция, на которую всех приглашаем еще раз. Будет автобус от метро Черный Рейх. Подвижение делается 1400. Продолжение следует...